Абсолютно нормальная, понятная игра для предстоящего участника Евро-2012. На швейцарце хорошо атакуют передачи, гениальная, 1-0! Браво! Через ту самую зону, через которую атаковали немцы на первых минутах, роскошнейший удар Дердьюка, выступающего в Бундеслиге. И во втором матче всего за национальную сборную он забивает второй гол. Фантастическая результативность. Обсайда не было, Мертизакер неправильную позицию занял, остальные не добежали. И самый юный игрок Евро-2008 показывает, что вырастает у футболиста очень высокого класса. Лучший молодой игрок Швейцарии был в своем первом сезоне, когда просто штамповал голы под копирку. На том Евро предыдущем не забивал, только голевые. Два игрока основы Реала, не говоря о всех остальных. Надо, конечно, на что-то рассчитывать. Но Дердьюк дубль оформляет в течение какой-то минуты. Повышая свою капитализацию существенно и очень интересно этим летом на трансферном рынке, будут ли за ним охотиться. Если да, то какая сумма будет уплачена. Великолепно. Точно такая же атака, точно такая же длинная передача, только на этот раз по воздуху, а не низом. И оказывается, что в отсутствие Лама, правый край обороны сборной Германии, хотя Лам, в принципе, говорят, будет выбирать, на каком фланге он играет. Залетает в сетку. Развел даже автор гола руками, дескать. А за что, да? Показалось ему, что отменили. Пятый номер. Мац Хулиан Хумелс. Вот он пошел, оторвался. Положения вне игры не было. Ликштайнер запаздывая спину ему ставил, ну и сказал, что от голкипера это потом. Мяч сначала уже линию ворот пересек, а только потом от спины Беналью, второй раз коснувшись ее, оказался в сетке. Ну вот, пожалуйста, тот самый немецкий ответ со штрафного собравшись. И теперь при счете 2-1 в пользу хозяев немцам на второй тайм будет, наверное, выходить гораздо веселее. Две быстрые передачи, одна низом, одна по воздуху и два великолепных гола. Ну а что сейчас? Передача блестящая, просто блестящая. И давайте похлопаем эту парню, Эрин Дердиюк, хитрик во втором матче за национальную сборную. Мог отметиться этот гигант хитриком еще в первом тайме. Ни один раз ему просто катастрофически не повезло. Нападающий Леверкузенского Байера. И все с того же фланга. Звонок за звоночком тревожный. Хималева никогда не бросает биться. Не было рикошета, мяч уходил. И чудовищную детскую ошибку допускает Галкибер. Не страховал телом этот мяч. И коварные, да, вот эти вот все-таки мячи при средних, дальних ударах. Конечно же, будет переживать Беналью. Играет он в Вольсбурге. Такая приятная головная боль. Кого выбрать? Отменно. Блестящая. Ну вот, к выборам вратаря все ясно. Я думаю, Торштегин даже не второй выбор. Лихштайнер. С 2006 года работает Лев в национальной сборной. В качестве главного тренера. А был до этого еще помощником Клинсмана. Серебро на евро. Бронза на чемпионате мира. И как здорово. И дают добить. Болестяще. 4-3. Айдер Ройс. Футболку поцеловал. Да, сборная Германии на евро, я думаю, многих удивит. Удивит открытиями, в первую очередь, массового зрителя. 4-3. Сумасшедший. 5 звезд от Марухинсфельда. Вот уж действительно, какие чудеса на этом стадионе случаются. И хотя бы раз в 4 года, но все равно балует нас Базель. Розыгрыш великолепный. Изъявнули немецкие игроки сейчас. Всех. И Махмеди забивает свой первый гол в этом матче. 91-го года рождения. Воспитанник Цуриха. Игрок еще недавно молодежки швейцарской. И вместо Бернета Штагер выходит. Высокий. 179. Крепкий бег.